Попасть на фестиваль Кивин в Сочи команда НИИ мечтала давно. Но по ряду причин у них это не получалось. В декабре прошлого года их мечта наконец осуществилась. Они стали победителями КВНовской лиги в Дзержинске. Там ребятам вручили грант на 100 тысяч рублей, который они потратили на поездку в Сочи на Кивин 20-24. Как раз этот приз не просто на какие-то траты, а для того, чтобы поехать в Сочи на фестиваль, это самое главное, наверное, событие для всех КВНчиков. Поэтому каждая лига старается посылать туда представителя, именно чемпиона. Поэтому благодаря этой победе мы попали на фестиваль. В лиге приняло участие более 600 команд со всей России и СНГ. Фестиваль проходил в два этапа. На первом жюри просматривали все команды. Саровские КВНчики смогли пройти в 80 лучших. А после ребят и вовсе признали лучшими. Мы радовались, мы прыгали, мы целый вечер, ну мы отмечали, в общем, как могли. Естественно, мы написали всем своим, что мы молодцы, мы чемпионы, нам медали выдали золотые, у нас глаза горели. Саровские КВНчики с теплом отзываются о фестивале. Особенно им понравилась организация. Ребята успели не только выступить на сцене, но и принять участие в мастер-классах, где они смогли пообщаться со знаменитыми комиками. Также саровчане отмечают, что уровень конкуренции на фестивале был разным. Кого-то жюри отсеивали сразу, а с кем-то пришлось побороться за первое место. Взяли себе основное, что мы очень конкурентно способны. У нас после этого сочинского фестиваля очень сильно сгорелись глаза. То есть продолжать, не бросать. Также продолжать нашу школу КВН. Хочется, чтобы и молодых, и ребята, которые мы обучаем, увидели тоже воочию все это. И, соответственно, хочется дальше продолжать все это, и играть, и учить ребят. Теперь команда КВН-НИИ может участвовать в центральных и телевизионных лигах. В ближайших планах у ребят подать заявку на одну из крупных лиг. В какую именно – пока решает. Ирина Вашегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.